все садись, Николай я вот сюда, потому что микрофон не дотянется вопрос на том, что надо вернуться я сейчас сказал Николаю, когда были там я говорю, ух, Анатолий Тарасов перешел в тебя так-как-так прикоснули буквально на каждом шагу вот сейчас мы на дамбе работаем второго мостика подъезжает машина, у нас Володина машина развернулась, там рядом стоит ну дорога занята он берет охапку которая крутит и давит на туда, где вода я говорю, не надо, ты возьми, тут рядом пять шагов и как вот он ставит так же ты, подойди, опрокинь сюда в ответ слова посыпались я опять ему говорю второй раз говорю, дальше и дальше третий раз остановился остановился и несет и теперь камерками вниз просто к верху я говорю толкнул их, потом стал управлять что это такое меня учить на этом не надо, дружок я прожил жизнь с людьми на разных должностях и с людьми мне 82 года я еще ни разу нигде не оговорился перед старшими где я работаю ни в армии ни в больнице ни в монастыре ни в поездке ни за границей нигде я говорю со старшими если слово хам хамит то это по отношению старшего младшего а старший по отношению он не может быть хамом хам это сын сына и так оно в жизни и бывает анатолий точно так же мне это не подходит тем более работаем мы работа важная нужная это трасса главная главная для всех кто едет вот пожалуйста этот человек подмыло обрушение идет я вложил туда громадные средства лет пять если не больше заказывал бульдозер за подвозку 60 тысяч у меня пенсия была в то время 8 тысяч понятно что я должен деда думать сколько и вот он работает допустим две недели каждый час полторы тысячи потом уже стало тысяча шестьсот семьсот и я от него не отхожу жара там как мне не касается каждое что он чашку почерпнет везет я показываю где ее остановить и ни один бульдозерист мне не перечил почему я хозяин я заказываю и выполняет что такое заказ и выполняет я в Америке увидел наиву наиву первый раз зовел у меня хозяин что хотел бы мясо будешь нет не буду я не знаю угостить хотят а рыбу я бы стал рыбу мы сейчас сделаем он сказал китаец там видимо бассейн тут же внутри рыба какая показывает они плавают здесь рыба и какая а у него есть черпака он сразу раз в нужную рыбу и не пошел туда там может подменить нет он ее тут и разделывает что я видел я стою и смотрю как он эту рыбу разделывает как он ее к жаровню ставит как она оттуда обмана не может быть он делает на глазах ему клиент и у них лозунг клиент всегда прав клиент всегда прав у меня было там один раз сейчас я могу ошибиться но так думаю в Лос-Анджелесе тут сестра одна выходит замуж я решил узнать есть ли у них свадебное платье ну как я в Эйдинг там немножко сам остановил английский язык разговариваю еще каталог у нас вот такой то есть короткая открытая не подходит там на колено не подходит а что нужно нужно длинуть часом раз Вашингтон у Вас есть я не знаю у меня денег то нету я просто спросил но спросил я для него потенциальный покупатель в этом смысл весь я кое кое как сказал сейчас я брать не буду не буду я его едва успокоил только да я сейчас созвоню из там магазин есть такой привезут прилетят они работают вот вот у нас как одна проводица бывает на два вагона она спит она не знает то где слазит а ей дела нету у них на вагон два женщин не видел мужчины а двери с вагона в вагон прозрачные как в метро видно и он пули непробиваем в этом колпаке сидит там и смотрит его не убить нельзя ничего он только нажал и все захлопнулось дверь они работают я заходил когда там ноусмоки не курящие я зашел захожу я сразу к этому хозяину этого вагона я говорю а почему так там написано у смоки там снова тусклое а смокин яркое хоть и беда ну ладно он сразу меня значит не переживайте мы сейчас он меня пошел там я вас в вагон бизнесменов помещу я никогда и не был благодаря своей ошибке там вагон широкий такой вот такие столы и там они сидят что-то пишут и я так как путевый присел там а когда пошел в туалет а там мыло жидкое и вот такое мыло маленькое я маленькое мыло которое на раз я его взял и кормил себе когда вылез вышел из туалета я показывал я из России можно бежать бежать я что-то за ворот они посчитали но разом я бы использовал его я говорю как они работают вот в ресторан зашли меня завели он бегом молодой человек это у него тут бабочка он бежит как на руках когда уходят и на столе там цветы стоят под пять долларов это его добыча он выслушать внимательно и бежит я говорю ни разу нигде жена прикословит я ей говорю давай сделаем так сегодня я подчиняюсь тебе она в ужас пришла я ей буду подчиняться да я на гаражу такое я говорю выполним все что ты скажешь мне подчиняться на роду написано вот митрополит там где-то встречаюсь с разными векторами нигде ни разу не было чтобы я его скольбил вот бывает такое я расположен ну тут собрались богомолу никаких спокойно у меня цель у меня большая цель помещение получить и Бог давал представь себе вектор университета в котором сейчас кажется двадцать семь тысяч это университет АГТУ технически из двадцати кажется восьми стран только абитуриенты учатся Евстигнеев Евстигнеев вот Владимир Васильевич и он при всем профессорском составе когда утром совещается увидит меня что я зашел встанет из-за стола пригласит перед всеми представится обнимет поцелует и говорит я преклоняюсь перед этим человеком начинает рассказывать это это нельзя представить даже люди видели а кто он такой на меня это никто это Бог делает так и вот у нас занятия у нас фотографии ученый секретарь у него профессор я говорю для того чтобы а он скажет делать и да сделает ни разу ни одному нащадку я не воспрекосвоил в своей жизни божественно не было противоречия а что меня как никак я вот и хотел спросить биварной был не был не был в тюрьме сидел не сидел в лагере был не был ну понимаешь я тебя называю там где настоящая подчиненность и не дай Бог тебе прикосновить не дай Бог это я тебе говорю вот показывай какая у нас дамба на той стороне там одна метелка так кто окурок бросил она стоит 75 человек так принести он не говорит кому принести все 70 человек 5 человек несут со словами голову а кто то отстал стоять западло теперь на четвереньках там это по гуськов вставать туда или в этом уже не жить только отойдут и морду расквасят там ну что ты сделаешь когда там 75 человек сам понят там коллектив уже никак по другому никак я поднимал ногу печатал брусьвер заправлял как положено ни одно нарушение зачем ты нарушаешь вопрос зачем ты позволяешь себе это по отношению в наших отношениях это уже настоящее хамство зачем у нас хорошее отношение хорошее и поэтому я сказал сознанием дело дух его перешел в вас молись об этом и плачь не смейся не смейся это страшный дух в противлении он всегда находит какое-то самооправдание и кого-то обвинит я только хотел пояснить пояснять не надо надо выполнить выполнить надо ну и выполнили выполнили как я наговаривался сколько огорчаешь я хозяин вы помогаете вы мои гости я знаю что делаю и едут люди и куда настроение знаю куда уграть лучше не туда прямо сюда чтобы ветром не опрокинуло и не оказалось там и так и сделали и он так сделал он не воспротивился ни разу не воспротивился ни разу второй сидит зачем ты берешь на себя миссию которая тебе не дана не дана ты не строитель и здесь мы как время экономим замять как ты купать себя хочешь иди купайся ну у нас все есть причин вот так себя вести никаких нету дух вошел в тебя ты подумай что я сказал это дух дух зла и тебе уже тебя не остановить сейчас ты будешь подыскиваться я буду выходить ты отдельно будешь что-то говорить против у них одинаково везде значит потом таиться и третье саня бежать вот у него так все и было дальше прятаться не не зачем повторяю хорошие отношения мы работаем он сказал недостаток и справ везде опаздываешь приходится ждать в прошлом году та же история была что тебя даже заперли там дома никого там было же помнишь или нет было да ну вот не надо оставлять у меня отец воспитал там отец Тихон Дмитриевич приедет куда-то ехать а я не успел там надеть шапку он не будет говорить он тебе даст такое по затыльни вылетишь на улицу тебя люди ждут там как ты смеешь сидеть если ты что-то там ты заранее должен молодец и ждать отец отец у нас очень суровый был и вот это передал мне порядок щинность слово сказанное сохрани Бог обиди человека и приведи Господь у отца когда он пас пристала корова корова которой нет рогов у него здесь только утолщение называется камолая ну и ребята которые там посуды жили все узнали дядь тише ну и все ночью заколем его и все щиже что вы ребята а если это потерялось и это ищет пасет день два неделю и наконец является женщина и подошла только и к пасуху вы пасух я пасух ох сказать даже боязно корова потерялась а корова колхозная советская власть это тюрьма минимум 10 лет у меня трое ребятишек она сама стоит плачет отец говорит мы сейчас блок будем загонять и ты с бугра посмотри увидишь ее нет она стояла смотрела вот она начала кричать и она корову поношла и отец не выдержал заплакал а теперь представь что я бы ел корову и она бы как там была и мы это все знали сохрани бог 10 раз потерпи ущерб проголодай не покусись и вор когда крадет хлеб при голоде не остается без наказания Библии говорит не остается никогда хам а что он сказал хам он и сказать то ничего не сказал а там пересмешки пошли разговоры все все и прок тхамы почернел континент африканский почернел и по сегодняшнему раб рабов будешь ты раб рабов вы находитесь здесь не без воли божьей вы делаете большое дело деревня не может сделать и трасса может прерваться ну прям нависло гребнем я сегодня показал где и мы работаем вместе скажи мне зачем ты избрал этот путь прямо по-настоящему как Анатолий это путь сперти у нас еще друг против друга нету ты все еще сказали там было выполнял вообще я доволен тобой не доволен что опаздываешь ну и так понятно там дожди там жди там ушел там не досмотрел этого не должно быть вместе со всеми с нами если я где-то там опознаю я заранее говорю я там-то нахожусь просто у меня большая работа я тут забросил ты меня хоть понял или нет да я все понял спасибо Христос за научение ну я хочу чтобы не было у нас этого я могу ответить или это не нужно можешь у меня акклиматизация идет сейчас то есть вторая неделя вот прошла и как раз я до этого просто привык на свое полагаться ну машина едет я подумал откину побыстрее они проедут а потом уже уберем как надо а потом когда я откинул вы подошли и говорите ну туда потащи я потащил потом надо было перевернуть и перевернул дрогнул они никто уехал а ты их не знаешь ну да мы перекрыли дорогу мы можем не открывать наоборот закидать ее у нас материалов много и повернуть назад рэмут работают когда идет все перекрывается да да мы стали убирать я тебе раз-другой говорю схватил бы поделся нет это дух противления тебе не хочется просто починиться ну я еще не расторовный может из-за этого вам так показалось ну может и дух противления я не дворю это дух противления хорошо не надо этого буду молиться чтоб Господь меня избавил от этого я еще раз говорю у нас так хорошо мы так вместе вот они здесь ни одного ни разу ни одного что сказал сказал пошел шпагу шпалу нужно защит ветки если вот ветки нужна солома солома он просит слово разреши а у нас все мы с вами обсудили спасибо слушаю обстоятельства меня вынуждает завтра отъехать а какие обстоятельства насчет учебы и общежития нужно срочно вывезти оттуда все вещи и на сколько не скажу надо выехать а когда с кем выезжаешь ну завтра как-то надо мне отсюда выбраться или ночью может поучиться это надо разговаривать с батюшкой он знает поезда все поэтому надо будет сходить к нему запиши все и билет если оформят может билет брать там Лена напротив жена старосты она это делает сейчас поужинаем никуда сразу туда я могу взять билет тоже по проекту у меня здесь есть приложение поговорим после ужина так мы ждем тебя ждем потому что нам очень тяжело и ты сам видишь сегодня как таскали эти мы там в лесу носили ты молодой здоровый и твой труд идет на пользу многим людям еще может у тебя и не было никогда и не будет и не людям верующим Игорь туда ты сам видел как а трассы нету он должен ехать туда на разъезд и там объездом там где деревья далеко видать это петля огромная а с зерном как мы должны это сделать а сколько там километров кстати вот этот объезд не считали? да зачем еще ехать? ну так просто чтобы знать экономится время то куда ехать? другую сторону когда деревня рядом 10 а он будет ехать 15 ну и что? и зачем ему это? ну конечно мы делаем дело что они все рады и они заняты хозяйством а мы еще на тот пруд не пошли на тот пруд не пошли там у нас все заготовлено мы все равно сделаем сделано будет ну дольше труднее но дальше тебя в этом уже не будет поэтому подумай где ты будешь с чем заниматься а в городе это только глаза пущись ты хочешь что там сиди день и ночь в интернете все чужое интересного очень много змеи нападают на людей звери смотри и радуйся война покажут документальные фильмы это все чужое здесь свое вот ты сколько принес каждая соломинка перед Богом известна и ангел Шаги Игорь считает наши и мы идем молимся пришли помолились поблагодарили Бога это для нас серьезная потеря вот вот вчера я говорил а у него некогда хлеб Юрия в три раз ты бы заменил его на голубятни на двух пошел ну все вместе и это большое нам обречение если значит не приедешь это печально будет печально 11 у нас крещение вот тебе надоело работать нет нет никак ну это нормально в поте лица будешь есть в поте не от жары а от работы никак я например всю жизнь проработаю если меня сторожем делать это свободные дни я работаю инструмент на велосипед кому печь сложить печь две пищи от фундамента другой сзади три 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 нормы мне это интересно это деньги уважение людей и прочее тебе позвонить нельзя чтобы там вещи позабрал туда не попасть кроме меня никому нельзя никому нельзя а то у нас есть кому сказать там и люди свои пожалуйста ты сейчас если уедешь а батюшка поедет в субботу в субботу видимо на ночь поедет он скажет тебе в какое только запиши на бумаге и сразу к Лене пойдешь можешь с ним приехать мы ждем тебя тут и розового не будет садимся за стол спасибо Христос спасибо Христос спасибо Христос спасибо